Привет всем! Вы наверняка думаете, что образование в США стоит очень много денег. И вы, скорее всего, правы, но всегда есть исключения. Сегодня я вам расскажу о трех университетах США, в которых образование абсолютно бесплатное. То есть вот реально вам не нужно платить за свое образование в этих университетах, даже если вы интернациональный студент. Так что, если вы хотите учиться в США абсолютно бесплатно, смотрите это видео до конца и подписывайтесь на этот канал. Меня зовут Ника, на этом канале я рассказываю про бесплатное образование в Европе и в США. Я училась в Европе на программе Баклавриата абсолютно бесплатно, оттуда выпустилась, переехала в США и тоже здесь учусь на магистратуре абсолютно бесплатно. Я здесь делюсь своим опытом, поэтому подписывайтесь на этот канал и ставьте лайки. Так вот, как я уже сказала, многие студенты из разных стран, которые приезжают в США, они думают, что по дефолту образование в США оно платное, поэтому никто никогда почему-то не смотрит на сайты университетов, никто не ищет гранты, никто не ищет университеты, которые, может быть, предоставляют бесплатное образование. А такие университеты есть. И разные гранты, и стипендии, они действительно существуют, их просто нужно поискать. Поэтому в сегодняшнем видео я вам расскажу про три университета в США, которые предоставляют бесплатное образование для студентов Баклавриата. Опять же, эти университеты предлагают финансирование только для программ бакалавриата, поэтому если вы заинтересованы в магистратуре, посмотрите вот это видео. И первый университет это College of the Others. Каждый студент этого колледжа участвует в программе работы на кампусе и работает целый рабочий день, каждый день. Плюс студенты, некоторые студенты получают федеральную поддержку, либо государственную поддержку, и плюс сам университет выделяет какие-то средства на покрытие вашего образования. Все это вместе, совокупности, покрывает вашу стоимость обучения в этом университете. Как и национальные студенты, вам федеральная поддержка недоступна, но возможно вам даст больше денег сам университет, нежели, например, американцам. Обратите внимание, что вот эта вся финансовая поддержка, она покрывает только стоимость обучения. Она не покрывает вашу жизнь, к сожалению, на кампусе. Но жизнь и питание на кампусе достаточно недорогие. По-моему, 4500 за семестр, то есть в районе 9000 долларов в год. И опять же, по меркам США это вообще недорого. С учетом того, что вы живете на кампусе, вы питаетесь на кампусе, да, и у вас обучение полностью покрыто. То есть это всего будет вам стоить 9000 долларов. И опять же, обучение будет абсолютно бесплатное. Второй университет это Beruia College. И это очень интересный университет. Мне кажется, он достаточно популярный в США, потому что они не требовали оплату за образование в их университете, по-моему, с 1800 какого-то там года. То есть этот университет именно славится тем, что он не требует оплаты образования. И они считают, что ваша возможность получения образования не должна ограничиваться, да, вашим бюджетом. Что достаточно такая правильная, мне кажется, теория, да. В этом университете есть три основных категории финансовой помощи. Первый это гранты или стипендии, которые вам возвращать не нужно. Второй это loan, то есть кредит. Вы берете кредит от университета, да, на какую-то сумму денег, которую вам после выпуска из университета нужно будет выплачивать. И третий это доход от работы на кампусе. Как и в предыдущем университете, здесь вам придется работать минимум 10 часов в неделю. Пройти в этот университет не так уж и легко. Во-первых, этот университет открыт только для ребят из семей с низким доходом. То есть, если у вас там супер богатые родители, к сожалению, вы учиться в этом университете не сможете. Но и также у них очень высокие академические стандарты. У вас должен быть высокий балл по экзамену ACT или SAT. И, ну, соответственно, по другим экзаменам у вас тоже должны быть очень высокие баллы. У вас должны быть хорошие оценки в школе, да, очень сильное мотивационное письмо и так далее. То есть, пройти туда нелегко, но как только вы проходите, у вас, по сути, вот бесплатное образование. И последний университет это Barclay College. И тут интересно, что полное образование стипендиальное предоставляется всем студентам, которые проживают на кампусе. И заметьте, что здесь вам не нужно платить за образование и плюс вам не нужно работать на кампусе. То есть, если проживаете на территории, да, кампуса, у вас просто вам дается бесплатное образование. Как и в первом университете, к сожалению, вам придется платить за свое проживание, которое тоже, я могу вам сказать, недостаточно дорогое. Но, если вы все равно хотите работать на кампусе, вы это сможете сделать. Обычно на кампусах очень много позиций, которые доступны для студентов. Поэтому в совокупности с каким-то другими грантами, которые вы можете получить в этом же университете, вы можете таким образом покрыть свое проживание в этом университете. Это был список трех американских университетов, которые не требуют оплату за свое образование. Но, как вы видите во многих из этих университетов, вам все равно придется платить за проживание. Хотя, опять же, если мы посмотрим даже на университеты в России и в других странах, если вы там учите бесплатно, вам все равно нужно где-то жить и что-то есть. Да, даже университеты в Европе, университеты в России. Я даже не говорю про стипендии, которые выдаются студентам России в размере тысяч рублей. То есть, по сути, вам везде нужно платить за свое проживание, да, и питание. Плюс, как вы видите, помимо того, что придется все-таки платить за проживание и питание, во многих этих университетах вам придется работать на кампусе. Например, я смотрела несколько видео ребят, которые обучаются в Беррие Колледж, и там фишка такая, что первый год своего там обучения вы не можете выбрать позицию, на которой хотите работать. Да, то есть первый год вам позиции даются рандомно. И одна девочка рассказала, что она первый год работала как уборщица. То есть, не всегда позиции, которые вам там будут попадаться, они будут какие-то классные, да, они будут связаны с тем, чем вам хотите заниматься в будущем. Но потом, в последующие годы у вас будет возможность выбрать позиции, да, которые связаны с вашим направлением. И, по сути, вы будете учиться и в тот же самый момент получать рабочий опыт. То есть, при выпуске из университета у вас будет и рабочий опыт, и как бы диплом. То есть, вот этим как бы и славятся эти университеты, которые требуют от вас работы на кампусе. Они вам говорят, что, хей, да, вы будете работать и учиться в один и тот же момент, но вы будете приобретать при этом очень классный такой жизненный опыт. Поэтому подавайте в эти университеты, да, пишите внизу, если вы бы хотели подать заявки в эти университеты, и смотрите другие видео на этом канале. Спасибо большое за просмотр, и я с вами увижусь в следующем видео.